Итак, ребята, снова всем здравствуйте. Сегодня записываем следующий урок. По счету он, по-моему, уже получается шестой. Да, и... Переходим к работе с анимацией. Я нарисовал сам, но хоть и не умеем, небольшого человечка в программе, которая называется Inkscape. На следующий урок посоветую вам ее скачать. Возможно, покажу, как, что там примерно рисовать. Программа очень удобная, она на русском языке. Все понятно. И никаких уроков, в принципе, смотреть даже не надо. Те же самые квадратики, полоски, кисточки, кружки и так далее. Давайте не будем тянуть долгое время. Приступим сразу к созданию анимации. Открываем нашего главного героя. Потому что анимацию изначально я нарисовал для нее. Вот наш главный герой. И с правой стороны, наверху, ну или, может быть, где-то у вас в другом месте, найдите вот окошко с названием анимация. 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 У нас там есть сразу дефолтная анимация. Дефолтная анимация это то, что происходит по дефолту, соответственно. Давайте ее переименуем и назовем ее стенд. Стенд. Вы можете назвать по-русски, пока смотрите урок. Когда будете делать игру, лучше по-русски не оставлять названия, меняйте сразу их на английский. Анимация стенд. В этой анимации у нас будет происходить следующее. Вернее, эта анимация будет проигрываться тогда, когда наш персонаж стоит. То есть, если он стоит, то у нас проигрывается эта анимация. У меня вот нарисованный есть такой небольшой солдатик. Нарисовал я его, правда, как бы в левую сторону, а мне нужно было в правую. Ну, это не беда. Вырезан он у меня, к сожалению, плохо, но это я просто делал для урока. И разворачиваю его, чтобы он смотрел всегда в правую сторону. Любую, когда вы картинку рисуете, будь то машина, персонаж, что угодно, ставьте его так, чтобы он смотрел в правую сторону. Это вам лично мой совет, по причине того, что иначе у вас могут начаться проблемы с его движением. И точку центра, ну, в принципе, она у нас по центру здесь уже стоит. Можно оставить прямо так. Даже немножко, наверное, сдвинуть ее. Можно назад, но я не буду этого делать, пускай будет так. Так как это у нас просто. Для урока будет вполне достаточно. Закрываем. Уменьшим его, как у нас был, до нашего размера маленького, того кружочка. То есть вот наша анимация стента. Она проигрывается, он у нас не шагает ничего, да. То есть просто как бы на картинку он как будто бы у нас там плавает, ездит, летает. Я не знаю, как хотите это называйте. Но шагов у нас нет. Поэтому сейчас мы сделаем ему походку. Открываем опять наш спрайт. В окошке анимации жмем правой кнопкой «Добавить анимацию» и назовем ее «Move». Движение. Ну, опять же, можете назвать, как вам удобно будет. Все зависит только от вас. И делаем следующее. Делаем следующее. У меня есть несколько картинок, где мой персонаж шагает. Я их добавляю. То есть вот я, например, добавляю первую. Давайте только не так покажу вам способ. Если вы делаете, например, шаги, и у вас по кадрам уже все выставлено, то вы жмете просто вот на полоски кадров анимации правой кнопкой и жмете «Import frames». То есть добавить кадры, выбираете и выделяете то, что вам нужно добавить. Все, они все там у вас. Болевой кадр можно сразу удалять, потому что он будет пустой. Теперь на каждом кадре я их разворачиваю. Да, это была моя ошибка, то, что я не так нарисовал. Но ничего страшного. Это сделать недолго. Вот я его разворачиваю. Все свои пять кадров. И потом проверяем, все ли правильно у меня выставлено. Так, смотрим. Вот у нас есть первая картинка, то есть где он стоит. Потом он делает шаг. Там он делает ногу. Так, вот эти вот кадры надо поменять местами. Видите? То есть как будто он ногу ведет издалека. Потом дальше. Потом мы продублируем вот этот кадр. То есть как бы он ногу, вот смотрите, немножко вперед выдвинул. Потом она у него еще дальше вперед. Потом ее опять ставит назад. То есть как бы передвигается. И снизу уже начинается следующий шаг. Вперед. И опять же, да, немножко назад. То есть вот шесть кадров шага у нас получилось. Закрываем. Все, анимация у нас сохранилась. Но если мы сейчас запустим нашу игру, да, у нас пока ничего не происходит. Потому что, в принципе, мы не назначили ему действия. Давайте же это сделаем. Переходим в нашу вкладочку Event Sheets. Event Sheets. И что мы делаем? Открываем новый ивент. Выбираем нашего персонажа. И жмем то, что если наш персонаж, it's moving, то есть он двигается, то наш главный герой проигрывает SetAnimation. То есть устанавливает анимацию Move. Все. Теперь, когда он будет двигаться, он будет у нас проигрывать именно эту анимацию. Но нам нужно сделать еще, как бы сказать, чтобы когда он останавливается, он перестал проигрывать эту анимацию. Давайте же это сделаем. Копируем просто наши действия. Инвентируем его. И вот тут вот вместо анимации Move пишем анимация Stand. Ну, то есть то, что у меня указано как анимация. Спокойствие, когда наш персонаж стоит. Запускаем проект. И что у нас получилось? Внимание, смотрим. Вот, если вам видно, да, он начал так шагать у нас. То есть появляются такие ноги. Вот он, пока я двигаюсь, ноги есть. Только я остановился. Все. Анимация стандартная. Остановился. 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 Все. Все работает. Также можно назначить и другие разные анимации. Например, там, когда происходит взаимодействие, вы можете нарисовать, да, там, когда он умирает. Все делается аналогично. То есть вы также подставляете, например, под действие, да. Когда персонаж, у персонажа, например, ноль жизней, он проигрывает такую-то анимацию, да, и там у него контроллер отключается. Все, он не двигается, он проиграл анимацию. Там, систем вайп 3 секунды. То есть система где 3 секунды, спрайт уничтожается. Все. Вот и вся работа с анимацией. Это все очень-очень просто в этом движке, что меня очень и радует. Сохраняю. Для будущих уроков. Ребят, работайте с анимацией. Экспериментируйте, тренируйтесь. Всем спасибо, кто подписывается. Ставьте лайки. Рекомендуйте своим друзьям или знакомым, кто у вас также занимается созданием этой игры, мои видеоуроки. Всем вам очень рад. И всегда всем очень благодарен за то, что вы ставите подписки, кто-то ставит лайки. Оставляйте комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok